МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Ольга Пыречкина. Главное сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пользу от их внедрения уже скоро почувствуют большинство россиян. О том, как выполняется эта работа, сегодня обсудили на конференции, которую в режиме видеосвязи провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Участие в ней принял и глава Чуваши Михаил Игнатьев. Процесс перевода муниципальных услуг в электронный вид в стране начался несколько лет назад. Планка поставлена. Через 5 лет 70% россиян должны обращаться за справками и документами через интернет-порталы. Пока онлайн-сервисами пользуются 25% жителей. Ситуация должна измениться в ближайшее время. Качество электронных услуг постепенно должно повышаться. Исполнять запросы граждан необходимо в сжатые сроки, максимум за 15 минут. Должен быть упрощенный процесс регистрации на портале государственных услуг. Это позволит значительно увеличить количество пользователей. Я напомню, что у нас есть целый ряд показателей, которые мы планируем достичь в соответствии с нашими планами, включая такой показатель, как уровень удовлетворенности людей в качестве государственных и муниципальных услуг. Там поставлена очень высокая планка, не менее 90%. А для граждан, которые получают такие услуги в электронном виде, не менее 70%. Поэтому это, в общем, задает необходимый режим работы. В Чувашии в электронном виде гражданам предоставляют 69 видов услуг. Причем получать их могут не только пользователи интернета. В столице республики и даже в некоторых районах установлены специальные терминалы. Но пока личный кабинет на сайте госуслуг имеют более 17 тысяч жителей. Большинство приходят за справками в многофункциональные центры. Наиболее часто используемые и востребованные услуги это получение заграничных паспортов, получение водительских прав, прохождение техосмотра. Самыми востребованными услугами являются услуги ЗАГСа и служба занятости. Но на спрос должны оперативно реагировать и специалисты. Работать по-новому необходимо научиться всем чиновникам. От бумажной волокиты граждан освободят в ближайшее время все ведомства. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Какие задачи стоят перед столичными властями, как решают они насущные проблемы, что могут предложить и посоветовать чиновникам-горожане. Об этом и многом другом шла речь на встрече главы Чебокса Орлеонида Черкесова с работниками трикотажной фабрики. Сколько что в городе в ближайшее время построят, как будут повышать уровень жизни и решать проблему нехватки образовательных учреждений. Все это теперь знают работники Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрики. Причем не понаслышке, а от первого лица города. Последние 20 лет вообще в городе Чебоксары детские сады не строились. В прошлом году мы сдали 3 детских сада. 7 детских садов мы возвращаем. Разную форму собственности. 15 детских садов в ближайшие 2-3 года мы будем строить. Хорошей новостью у Леонида Черкесова были не только для родителей дошколят, но и для тех, чьи дети уже школьники. Глава города говорил об учебниках, которые стали бесплатными с этого года. О том, что расходы на музыкальные, художественные и другие учреждения дополнительного образования переложили с родителей на городскую казну. Правда, вступительные испытания туда стали жестче. Вот товарищ говорит, дочка пришла, говорит, не ходила ходить музыкально. Заставляли, это важно, это престижно. Заставляли идти музыкально. Она принесла, вот вам диплом, родители. Радуйтесь, я ничего не получила, но вот хотели диплом. Вот такого не должно быть. Вот каждый вложенный в рубль бюджет города, он должен работать. Ну а после сидения за учебниками, мольбертами и музыкальными инструментами поправить осанку можно будет в физкультурно-оздоровительных центрах, на спортивных площадках, благоустроенных дворах. Вот такой курс взял город, отметил Леонид Черкесов. Также обсудили извечную тему капремонта и экологии. Отчитавшись, городоначальник передал слово собравшимся. Однако никаких острых вопросов социального характера глава Чебоксар так и не услышал. Зато поинтересовались работники лицом города. Вернее, когда его перестанет портить долгострой на заливе. Но вот сейчас идет медленно такая работа. Не могут получить кредит они. Объект миллиард 600 миллионов в своей стоимости. Красивое место, красивое место. Достроим, достроим в ближайшее время. Подобные встречи – это своеобразный диалог между властью и горожанами. Планируют продолжать его и в будущем, отметил Черкесов. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. Завтра, в пятницу, в актовом зале Управления внутренних дел по Чебоксарам пройдет церемония прощания с погибшими в Чечне полицейскими. Напомню, 16 сентября в результате подрыва смертника погибли трое полицейских. Двое из которых – сотрудники патрульно-постовой службы МВД Почувашской республики Леонид Пучков и Александр Егоров. После церемонии прощания Александр Егоров будет захоронен в деревне Нижняя Тимирчеева Комсомольского района. А Леонид Пучков – 21 сентября в Чебоксарском районе. Традиции обычаи вносят в нашу жизнь ощущение незыблемости. Но в некоторых случаях их соблюдение идет вразрез с правилами благоустройства и даже административным кодексом. В столице в очередной раз прошел рейд по ликвидации последствий, проявленных гражданами чувств и эмоций. Эти замки, пристегнутые новобрачными монументом славы, отправляются в мусорное ведро. Конечно, здорово, когда о любви так заявляют, но к вечному огню приходит почтить память павших. Распивать здесь шампанское и оставлять любовные талисманы – все-таки святотатство. Для свадебных традиций лучше выбрать другие объекты. Есть, например, у нас ЗАГС, где конкретно есть такая красивая лесенка, которая непосредственно уже нам дает возможность свою любовь как-то выразить, повесить этот замок, через некоторое время прийти посмотреть. А вообще, по моему понятию, лучше всего посадить дерево, оно будет расти, следите за ним, оно будет расти. Вы будете смотреть, как ваша совместная посадка дает какие-то всходы, результаты. Кинуть монетку на счастье считают необходимым практически все жители Земли, но в море, а никак не в чашу вечного огня. Еще более дико выглядят попытки достать деньги, а ведь достают, ломая решетки. Кому-то из Чебоксарцев не дает покоя водная гладь залива. Из Чебоксарского залива вытащили три урны, одну скамейку. Сейчас мы пока, вот даже в настоящий момент, есть там еще не вытащенные, но это уже ждем, когда вода спадет, потому что практически нет возможности вот тяжелые там скамейки достать оттуда. Мыс любви или аллея влюбленных – одно из красивейших и романтичных мест города. Памятник истории и архитектуры. 200 тысяч рублей тратится ежегодно на покраску балюстрады, но надписи все равно появляются. Конечно, говорить о любви хочется, но по закону подобные надписи и замки – это вандализм или мелкое хулиганство. Пишут надписи постоянно на стенах, по заливу, даже на красной площади, на подпорной стенке были случаи, когда такие надписи носились. На заборах, которые как бы составляют объект внешнего блудстройства, а там какие-то непонятные. Поймать вандала Графомана сложно, но если вы встретите человека, который некультурно ведет себя у Вечного Огня, сделайте ему замечание. Возможно, он задумается. Или позвоните 074. Специальные службы примут меры и для задержания, и для ликвидации последствий. Во всяком случае, жених и невеста должны отреагировать адекватно. Кому охота выглядит невежими перед целой толпой гостей? Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов, Республика. В Новичбоксарске в ближайшие выходные отмечают День города. В Музее краеведения и истории открылся новый раздел постоянной экспозиции. Он единственный в республике. Впервые делается попытка проследить историю одного города, начиная с момента зарождения жизни на Земле и заканчивая современностью. В музейном комплексе собрана одна из лучших в Чувашии естественно-исторических коллекций. Мамонтовая фауна, мезозойский период. Здесь можно увидеть настоящих представителей этого времени. Динозавры и летающие ящеры – опасные моря мелового периода в 3D-формате. Экспозиция действительно уникальная. В музее уже разработаны программы занятий для малышей из детских садов и школьников. Оригинальное современное оформление музея помогает с легкостью изучить историю местности с древнейших времен до сегодняшнего дня. Главная задача – это чтобы дети знали историю своей земли, чтобы любили ее. И есть такое выражение – чем глубже корни, тем выше дерево. Вот это главная идея нашего музейного комплекса. Собрать уникальную коллекцию Новочебоксарскому музею помогли коллеги из Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновской области и, конечно, геологи нашей республики. Тот, кто подробует вот этот аммонит, у того сбудутся все желания, как они когда-то сбылись у Иосифа Кузьмича Иларионова. Это первый геолог из Чувашии, который внес огромный вклад в развитие геологии и палеонтологии на территории нашей республики. Все посетители музея могут почувствовать себя настоящими палеонтологами и раскопать скелет реального динозавра. Расчищаем его скелет, хвост, это вот по хвосту надо двигаться дальше. Палеонтологи работают обычно вот так вот. Это только первый раздел постоянной экспозиции. В эскизном проекте их восемь. Открыть второй планируют уже через два месяца. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. В этом году мы отмечаем годовщину со дня начала Курской битвы. Одного из самых масштабных сражений Второй мировой войны. Она продолжалась с 50 дней и ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года. Именно после нее гитлеровцы только отступали и оборонялись. По своему рассочению и упорству эта битва не имеет себе равных. В Чувашии живет участник тех далеких событий. 89-летний Александр Перепелкин. До сих пор отлично помнит имена друзей, товарищей, командиров. Кто вместе с ним пережил это непростое время. Чтобы услышать все из первых уст, наша съемочная группа отправилась в гости к ветерану в «АллатРь». Выхожу и слышу разговор моей мамы с соседкой. Соседка говорит моей маме, Наташ, ты счастливая, твои-то не успеют на войну, а мои, наверное, там. Понимаете ли? Я спрашиваю маму, а что война началась? Саша Перепелкин еще учился в школе, когда началась Великая Отечественная война. Вспоминает, как мигом упустила вся деревня. Я никогда не забуду, как троим они шли, по три человека, впереди лошадь всяким и сзади. Сразу, хотя деревня небольшая, но сразу шло человек пятьдесят, понимаете ли? Потом и лошади ушли, у нас машин колхоз, у нас очень хорошие были машины, трактора, все ушли. Осталось на нас. Когда немец подходил к Москве, вы помните, это конец ноября, начало декабря, я и мои товарищи, почти все, подали заявление на фронт. Тридцать пять человек вызвало, а надо только тридцать. Он отсчитал, сколько человек там, и опять человек в сторону. И вы знаете, они заплакали, что их не взяли на войну, представляю, как мы любили родину. Любовь к родине привела вначале в Саранское военно-пехотное училище, а потом и на фронт. Молодой лейтенант сразу попал в самое пекло, на Курскую дугу. Бои страшные были. Такой огонь, такой залп ударил по немцам, что невозможно. Ну а потом мы перешли в наступление, форсировали АКУ. Пантоны сразу немцы разрушили. И я, командира роты, ранила. Фактически я организовал из веревок такие, через воду переправу. Сумел переправить и рот, а потом и весь батальон переправился. За это меня наградили орденом. Из всего их выпуска 53 человека, в живых остались только трое. Сам Александр Андреевич после тяжелого осколочного ранения был демобилизован. С тех пор рука не хочет слушаться. Это память о войне, которая для Александра Перепелкина получилась такой короткой, но такой незабываемой. В Горький направили в госпиталь. Там мне вот эту руку сложили, но сложили, видите, неправильно ее кости. Шесть лет выходили кости из этой руки. После госпиталя оказался в Москве и задержался там на пять лет. Поступил учиться. Получив специальность преподавателя истории, Александр Андреевич вернулся в родные места и обосновался в Аллатрском районе. Стал работать завучем в школе, затем возглавил районный отдел народного образования. Воспитал не одно поколение достойных учеников. Но главное место в его жизни занимает семья. Дети, внуки, правнуки и верная жена, с которой рука об руку они идут уже почти 60 лет. Для меня она пушкинская женщина. И будет верная подруга и добродетельная мать. И вот я именно выбрал ее такой. Забот больших у меня нет. По дому он решает все вопросы сам. Но советуемся, конечно. Совет да любовь у нас. Сейчас, когда заслуженному учителю уже под 90, он не сидит на месте. Яблоки и груши, которые выращивают в своем саду Александр Андреевич, известны на всю округу. А имя ветерана знает и старый млад. Живой пример стойкости духа, мужества и безграничной любви к родному государству. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Поезд, вокзал, встречи и расставания. Эти слова у многих из нас вызывают романтические ассоциации. Если к ним добавить еще и хорошую музыку, можно оказаться в милейшей обстановке. Об этом позаботились авторы проекта «Вокзал Воксхол». Мои коллеги побывали на концерте на железнодорожном вокзале. Вокзал «Воксхол» – проект, который стартовал еще в 2003 году в рамках программы «Чебоксары. Культурная столица Поволжья». Как раз в это время был отремонтирован железнодорожный вокзал. Тогда концерты в стиле фолк-джаз и фолк-рок проводились регулярно. Два раза в месяц – с мая по октябрь. Но со временем их стало меньше. Ежегодно проводится один-два концерта осенью, во время марафона культурных событий. Вокзал является местом встреч, перекрестком культур, от этимологии этого слова, вокальный зал. И исходили из того, что на вокзале зачастую людям скучно и одиноко. И чтобы было поинтереснее и весело на вокзале. И вот придумали такой проект – концерты на вокзале. Сегодня у нас выступает молодая группа «Гнездо и Волги» городского дома творчества. Очень интересный коллектив, исполняющий авторские произведения. Концерты на вокзале – это историческая традиция. Музыканты играли для пассажиров и встречающих еще в прошлом и позапрошлом веках. В Англии и Германии, а у нас в Санкт-Петербурге. Позднее вокзалы приобрели совсем другой профиль. Но, как оказалось, традицию нарушили совершенно напрасно. Я считаю, что концерты нужны. И было бы здорово, если было бы гораздо больше их. Чтобы люди проникались искусством, точнее музыкой. Отчиряли свой кругозор, получали положительные эмоции. Повышали свою духовную составляющую. Это очень замечательно. Без музыки жизнь была бы ошибкой. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. В воскресенье за Чебоксарами будет наблюдать вся Россия. Старт Чебоксарского этапа кросса нации 2013 станет сигналом для страны. День бега объединит в спортивном порыве жителей городов и районов республики. Набережная Чебоксарского залива традиционно станет местом официального старта. Желающих присоединиться к легкотлетам Чуваши с каждым годом становится все больше. В этом году, по подсчетам организаторов, количество участников должно достигнуть уровня прошлого года. А это более 50 тысяч человек. Обращаясь к традиционной просьбе, пожалуйста, не переводите проведение соревнований этого мероприятия в формальный разряд, когда детей пригоните, кто стартовал, кто нет, кто-то пешком прошелся. Сделайте так, чтобы каждый имел возможность пробежать. Еще одно новшество этого года – объединение двух мероприятий – зарядки со звездой и кросса нации. Зарядка начнется в 10 утра, сразу после нее – забеги участников. В программе запланированы дистанции на 1, 4, 6, 8 и 12 километров в зависимости от возраста любителей бега. Мероприятие обещает стать богатым и наименитых спортсменов Чуваши. Среди гостей – многократная чемпионка мира по маунтинбайку Ирина Калентьева. Всем любителям спорта и спортсменам и начинающим выйти на эти выходные на старт, на кросс нации. Всем удачи, всем здоровья. Присоединиться к кроссу нации может любой желающий. Место встречи – набережная Чебоксарского залива. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика. У вас еще есть время подготовиться к всероссийской акции, ну а наша программа подошла к концу. Сразу после нее вы узнаете, где можно стильно и недорого одеться, а также приобрести украшения. Я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Значит, вы ничего в этом не понимаете. Second Hand – это не только ношеная одежда, но также уцененная или не проданная в срок в магазине. Это огромная витрина вещей самых различных стилей и направлений. Главное преимущество сети магазинов Mega Hand – большой ассортимент европейской одежды, которую отличает эксклюзивный дизайн, оригинальный покрой, натуральные материалы. Настоящие модники признаются, что посещают Second Hand, потому что считают их кладезем необычных вещей. Mega Hand – это стильная, качественная и недорогая одежда для всей семьи. Большой ассортимент мужских и женских вечерних туалетов, свадебные наряды, рубашки, брюки и костюмы, теплые мягкие свитера, джинсы, платья и многое другое. Здесь можно встретить людей с высоким достатком и запросами к качеству и стилю одежды. Звезды отечественного шоу-бизнеса – частые гости магазинов Second Hand. Для молодых людей увлекательная охота за модной и необычной одеждой из Европы превращается в увлекательный вид спорта. В магазинах Mega Hand представлена гибкая система скидок в двухнедельный цикл продаж. Полное обновление товара происходит каждые 14 дней. Первые два дня вещь продается по начальной стоимости. С третьего дня выставления товара на прилавке цена начинает снижаться. Каждый новый день недели – минус 10%. В конце распродажи можно купить привлекательную и практичную вещь за смешанную цену со скидкой 90%. В магазинах Mega Hand можно найти коллекционные вещи и товары ручной работы. Купить здесь одежду – значит приобрести действительно стоящую вещь, которая прослужит долго. Mega Hand – это одежда из Европы для всей семьи. Одежда для людей, которым нравится одеваться модно и разнообразно. Мы уверены, что из магазина Mega Hand без покупки вы не уйдете. Магазины Mega Hand расположены по адресам. Город Чебоксары, гаражный проезд, дом 7. Хивешский рынок, второй этаж. Проспект Максима Горького, дом 6, цокольный этаж. Город Новочебоксарск, улица Винокурова, дом 46. Торговый центр «Континент», цокольный этаж. Mega Hand. Покупайте вещи легко и просто. Вот она сказка. Целые россыпи полудрагоценных камней. Рубины, изумруды, сапфиры, аметисты, аквамарины. Восточные украшения, воплощение традиций и уникального дизайна, созданного искусственными мастерами своего дела. Необычные коллекции, неповторимых по дизайну и исполнению серебряных и золотых украшений. Модный авангард и изысканная старина. Этнические мотивы и современная классика. Бусы из жемчуга и янтаря, броши из бирюзы и яшмы. Все это настоящая ярмарка. Выставка-ярмарка «Каменная сказка». Мы привезли очень хорошую коллекцию жемчуга. За жемчугом мы ездили сами. Это Юго-Восточная Азия, территория Таиланда. И привезли очень интересные вещи. Мы привезли очень грамотные работы. И каждая женщина, которая померяет у нас ниточку, обязательно останется довольна и захочет приобрести оберег. Оберег, который предотвратит и обережет от всех неприятностей. И у нас есть коллекция кожаных изделий. Это эксклюзивные вещи. Делают их, как правило, мастера Иванова или Суздали. Работы у них не повторяются, не дублируются. На выставке представлены настоящие ювелирные шедевры, которые по уникальности украшений опережают практически любой обычный салон. Мы привезли чебоксарцам очень много бирюзы и опалов, натуральных камней и разнообразные новые дизайны от наших полюбившихся мастеров. Тут и шариков есть, и воробьев. То, что здесь очень ценится и востребовано в городе Чебоксарах. Потому что в Чебоксарах очень много девушек молодых и женщин в возрасте, которые любят авторские работы и прекрасно в них разбираются и понимают. Уверены, посещение выставки доставит вам немало приятных минут, и вы наверняка подберете для себя не одну прелестную вещицу. А всем посетителям, купившим входной билет, выставка дарит подарки. Ювелирная выставка продажи «Каменная сказка» приглашает всех в Центр современного искусства, в выставочный зал на заливе с 19 по 22 сентября.